Доброе утро, девочки мои! Сейчас 6 часов утра. Смотрите, какая красота! Небо красивое. Такая тишина. Солнышко встает. Отсвечиваются деревья. Так красиво. Тут даже какая-то птичка сейчас на дереве. Что-то щебетало. Вот уже рука так и тянется. Взять камеру и снять. На улице 12 градусов тепла. Прохладненько. Вчера утром плюс 9. Было вообще холодно. Сегодня примерно так же будет, как вчера. Дни выше 20. 21 может быть днем. Но ветра нет. Погода будет хорошая. Девочки, опять включаю камеру. Прошло полчаса. Я как раз закончила работу. Выглянула в окно. Вот тут солнышко светит. Так красиво. Осень золотая. Золотая осень. Вот так. Разве это не красота, скажите мне? О, вообще. И солнце все как раз золотит. Вообще классно. И тишина вообще штиль. Что-то ветра совсем нет. Чуть-чуть там листочки шевелятся наверху. Это с той стороны дует ветер. А здесь затишье. Я смотрю, там что-то небо темное какое-то. Может дождик сегодня пойдет. Не знаю. Вроде бы не должен. Не должен пойти. Небо, смотрите, какое классное. Вообще благодать просто. Люблю, когда вот осень вот такая приятная. Нежная, бархатная. Классно. Поставила я девочке с утра уже варить мясо. Это свининка. Решила сварить борщ. Сейчас займусь овощами. Так. Почистила я бурочок. Свекла кто-то называет. Бурак. Морковка и лук пока. Картошечку тоже уже почистила. В общем, девчата, пока было жарко, мне не хотелось борща. Как только похолодало, я сразу вспомнила борщик. Надо сварить, жиденько покушать. В общем, мясо у меня продолжает еще вариться. И сейчас я нарежу овощи. Сделаю зажарку. Вообще, борщ варят все по-своему. Я так поняла из комментариев. Кто-то говорит, вот так надо, не так надо. Вообще, сколько живу, столько я слышу. Каждый уверен, что надо так, надо не так. Девочки, хочу вам сказать. Вот, каждая хозяйка варит борщ по-своему. Кому как нравится. Это вот, что называется точно, на вкус и цвет товарищи нет. Я варю по-своему. И, кстати, даже я и то каждый раз варю. Бывает по-разному. Иногда бывает настроение сделать так, иногда по-другому. Но, в любом случае, вот эти вот ингредиенты, которые обязательно, чтобы борщик был вкусным. Ну, само собой, зажарку, вот, морковка, лук, бурак, это такая классика и томат, да. Но я еще люблю добавить в борщик обязательно, чтобы был болгарский перец. Ну, если есть помидоры, я люблю с помидорами. Если нет помидоров, значит, томатную пасту я употребляю, томатик. В принципе, это на вкус как-то особо не влияет. Вот. Ну, понятное дело, я вот чеснок люблю добавить тоже. Вот видите, немножечко чесночка почистила. Ну, чеснок, зелень я кладу в концы. Болгарский перец тоже вот я его замораживаю, в морозилочку кидаю на зиму, чтобы был всегда болгарский перец. Хотя бы замороженный. Сейчас у меня есть замороженный, я кину замороженный. Ну, когда он замороженный, его можно в зажарку кинуть. Когда он свежий, можно сразу в кастрюлю кинуть. Вот. Так что сейчас вот я нарезаю на зажарочку овощи. Зажарим все это. У меня как раз уже мясо сварится уже к тому моменту. Так что я продолжаю все это нарезать. Мясо всегда... Ну, я беру сейчас свинину. Раньше иногда и говядину. Хотя мясо можно и курицу с чем угодно, с каким угодно мясом. Ну, сейчас по цене говядина очень дорогая. Я беру ее редко, только если добавить фарш. А так вообще готовлю свинину, курицу иногда, индейку иногда беру. Ну, в общем, чтобы что-нибудь там такое мясное плавало. Хотя можно сделать постный борщ точно так же, только без мяса. Но единственное, что не будет он очень сытым. Немножко будет... Знаете, как покушал, через какое-то время голодный. Ну, потому что просто вареные овощи. Хотя на вкус то же самое, в принципе, и будет. Вот так что готовим. Вот сегодня, пока у меня выводится видео, я решила с утра пораньше, пока еще силы есть, царить борщик. Потому что я заметила, что с утра у меня еще есть какая-то энергия, силы. А потом что-то у меня уже неохота ничего делать. Как-то так облом. В общем, погода у нас сегодня плюс 20. Сейчас только что новости послушала. Не больше 20 в Ростове. Вот. Ну, ночью с хорточкой спала. Но ничего, свежий воздух так хорошо прям на улице. Не знаю, ветер усилится или нет, потому что порывы там какие-то, сказали, будут. Порывы ветра. Но пока что порывов я не наблюдаю. Ветер слабый вообще. Нет у этого почти что. Ну, светит солнышко, поэтому нас еще радует. Теплые деньки. Не знаю, вообще бабье лето у нас обычно в начале октября. Вот такая погода, как сейчас. Обычно бабье лето у нас вот оно такое. Бывают именно такие. Ну, кто его знает, как там будет. Начало сентября вообще, конечно, удивительно, что такое резкое похолодание. Вообще не только в Ростове, но везде. Вчера в новостях даже сказали. В Ростове плюс 19. Как в этом... Как в Калининграде, думаю. Ну, прекрасно. Хотя в Сочи там 25 показывали погоду. Вот. Так что, так вот не спеша я режу, никуда не тороплюсь. Все, сейчас сковородочку надо поставить. Так, я поставила сковороду. Она пока там прогревается. Лук порежу. Достала с морозилки помидорчик. О, замороженный. И болгарский перчик. Ну, один, наверное, хватит. Вот. Сейчас поставлю под воду помидорчик. Можно сразу кинуть. Ну, на минуточку, чтобы снять шкурку. Легче было, чтобы резать. Все, закинула. Быстренько сейчас добавим туда лучок. Потом добавлю прям в сковороду. Сейчас немножко вот это поджарится. Лук и корень. Корень, как говорила моя бабушка. Корень она имела в любую то, что в земле растет. Это бурак. Морковка и лук. Это корень. Так. Пока вот это сейчас чуть-чуть обжарится, немножечко, я туда закину еще и болгарский перец, и помидорчик, чтобы все это вместе. Ну, и томатика, может быть, чуть-чуть еще добавим. Чтобы все вместе потушилось. Так. Вот подержала немножко под водой помидор. Я сильно его не размораживаю, чтобы можно было легко снять вот эту шкурку. Она прям сразу раз вот так вот приснимается. Потому что под шкуркой как раз размораживается, а лист помидор не размораживается. Я так делаю лично. Вот. И теперь его можно будет поделить. Ну, помидор один у меня в морозилке. Его будет мало, поэтому я добавлю еще где-то, ну, половую ложечку томатика еще. Я люблю, когда помидорчик вот такой, он еще замороженный, но он режется, в общем-то, нормально. И его удобно резать. Он так хрустит, крошится. Раз. И все. Так. Болгарский перец я тоже порежу сразу. Ну, он быстро разморозился. Сейчас чуть-чуть поджарятся овощи, и тогда это все туда закинет. Вот так. Болгарский перчик, почему я бросаю сюда обязательно, потому что он все-таки придает какой-то свой аромат. Борщ получается вкусный таким, привлекательный, совлазнительный. Все. Я и картошечку, три картофелинки средние взяла, уже почистила, порезала. Можно ее сразу закинуть уже в кастрюлю, мясо у меня уже сварилось. Так. Пока у меня овощи уже чуть-чуть поварились, пожарились немножко, потушились. Сейчас вот это вот за мороженки. Кину свои за мороженки. И потушим вместе с этим. Так. А вот эта томатная паста, красная цена в тюбике, довольно-таки неплохая, и самое главное, что вот эта вот штука удобная. Вот так вот чуть-чуть. Все, пускаем еще. Сейчас как раз помидоры, вот эти вот дадут сок, и оно будет сушиться. Все, перемешаем все вместе. Так готовится, в до полной готовности. Так, пока у меня там томится, в общем-то, зажарка. Приготовила я вкусную соль, перчик, вавровый листик, два маленьких, чеснок. Так. Капуста это у меня еще есть, это не все. Сейчас нарежу эту, посмотрю, если мало будет, то добавлю еще. Люблю, когда капуста меленько так нарезана. Хоть даже длинная соломка, но чтоб она тоненькая была. Так, ну все, в общем-то. Сейчас там уже убавила ее мощность. Оно сейчас чуть-чуть потомится еще зажарочкой. И сейчас капусточку, и так вот быстренько-быстренько я ее нарублю. Вот столько у меня капустки получилось. Ну, я думаю, может быть, хватит даже. Посмотрим уже, когда буду закидывать. Все, пора собирать уже все в одну кастрюлю. Так, все, я закинула туда зажарку и картошку. И пускай оно варится. Я сейчас сразу вот это все уже посолю. Так, сколько же соль. Сколько соли сюда. Так, посолю чуть-чуть пока. Потом попробую. Вот так, еще немножко. Так, можно же сразу уже положить сюда и лавровый лист, и перец. Все, хорошо. Так, ну, уже когда будет картошка готова, можно будет тогда уже закидывать капусту. Капуста варится недолго. И можно будет в самом конце уже зелень тоже еще, кстати, надо порезать. И все. Так, сейчас оно закипит. Потом на медленный огонь поставлю. Вот, красивый бульончик такой красненький получился. Классный. Так, я решила сразу уже порезать зелень. Петрушечка, укропчик. Кстати, вот так вот храню в стакане немножко воды. В холодильнике она у меня стоит. Но уже неделю стоит, по крайней мере. Нормально себе стоит. Так, зелень меленько-меленько покромсаю. А чеснок, ну, можно порубить. Я его через чесноковыжималку просто возьму, выдавлю через пресс. Кто как говорит, чеснокодавилка, чесноковыжималка. В магазине написано пресс, когда продается такая штука. Вот. И все. Сейчас пойду новости смотреть. Картошка минут 15 где-то поварится. И потом можно будет уже закидывать туда, в общем-то, капусту. Ну, капуста минут 5. Короче, капуста закипает. И я тогда уже бросаю туда зелень 3 минутки. И все готово. В общем, чеснок в самом конце. Все, капуста у меня кипит 5 минут. Я обычно больше не варю, особенно если капуста мелко нарезанная и не очень старая. 5 минут ей достаточно, чтобы свариться. Так, теперь я закидываю зелень. Зелень у меня покипит. Сейчас перекипятится просто вот с капустой, минуточку-две. И все, я закидываю тогда чеснок и выключаю сразу, чтобы чеснок только буквально закипел. И все. Подбавила немножко кипяточка я, потому что капуста даже больше оказалось, чем я даже планировала. Ну и все. Теперь я выжимаю сюда чесночок и выключаю. Сейчас минуточку перекипятится, чесночок. И все. И борщик у меня готов. И он сразу так пахнет вкусненько. Ой, прямо давно борщей, по-моему, не варила. Заскучилась уже за ним. Все, настоится и буду кушать. Все, мой борщик настоялся. Я люблю погуще, да со сметанкой. Вкуснятина. Вышла девочки на улицу я. И я смотрю сразу, как-то так вот пожелтели деревья. Видите, листья желтые на каштане. Вообще, как-то так сразу ощущение осени такое кругом. А я, видите, надела вот такую штуку с рукавом. Вот такую вот кофточку. Джинсики и кроссовочки. И мне хорошо. Я просто, честно говоря, не знала. Думаю, что одевать. Так резко похолодало все. Но я смотрю, люди вокруг тоже одеты так же, как и я. У кого-то футболка и кофточка. У кого-то вот такой легкий свитерочек. Вот. Ну и все уже в кроссовочках, в джинсиках. А потому что очень холодно утром и вечером. Вот сейчас я вышла день. Так, час дня. Я решила пройтись немножко прогуляться, в магазинчик заскочить. Посмотрю вам, что тут. Покажу, что тут в округе у нас. Тут цветочки какие-то. Еще растут. Вот. Ну, мы вообще уже, конечно, видите, с рукавчиком все выходят. Так вот, нормальненько. Желтеют уже. Листья, видите, попадали. Некоторые желтые листики. Что-то то гудит, то пищит. Как вот так вот. Домофон пищит. Вот. В общем-то, то тихо вроде бы не дует, то вроде подует ветерочек. Поэтому оно вот, когда подует такой свеженький, свежий воздух. Ну, вообще, я вам хочу сказать, если, конечно, не легко одеться, обыкновенно одеться, нормальненько так, чтобы не мерзнуть, то очень даже свежий воздух. Прям приятно выйти, пройтись подышать воздухом. Классно. Вот. Вот и я вышла подышать воздухом. Класс. Вот и осень, девочки. Лето-лето было, жара, пекло, духота. А потом резко раз только. И осень. Вот так вот, девочки, пойдем пройдемся. Столики собрали. Тут у нас шашлычки кушали. Но уже на улице холодно. В общем-то, сезон закончился. Я не знаю, начался вроде бы как бархатный сезон. Но только я смотрю, что, в общем-то, в Сочи там тоже примерно такая же температура. Но я бы, например, загорать не стала бы при такой... Даже купаться бы не стала при такой температуре. Хотя море, наверное, еще теплое. Вот. Ну, у нас к выходным чуть-чуть потеплее. Чуть-чуть. Где-то будет 23-25. Вот. Ну, некоторое время еще там чуть-чуть будет. И потом на следующей неделе должны пойти дожди. Опять снизится до 19 градусов температура. И опять будет холодно. В общем, я думаю, что она будет у нас вот так вот скакать. Будет скакать. То вверх, то вниз. Но выше 25, я думаю, уже не будет. Ну, ничего. Главное, чтобы хотя бы эта температура, чтобы она не снижалась ниже 20. Чтобы она продержалась какое-то время. У нас сентябрь, октябрь еще. Начало октября. Должно быть теплое. Бабье лето. Бабье лето вообще прекрасная, отличная погода. Так. Ну, все, девчата. Иду в магазин. Обычно с магазина я уже не снимаю ничего. Потому что я набираю полные руки. И мне неудобно снимать. Даже с корзинкой снимать неудобно. Вот. Ну, ничего особенного брать не собираюсь. Все как обычно. Хлеб, молочко, сметана. Хорошо, что магазин рядышком. Хоть все в кофточках уже одеты. Нормально. Кто-то еще шертиков. Все, девочки, пришла домой. Я заходила в Магнит. В общем-то, хотела опять купить. Это вот майонезный соус, но его не было. Потом смотрю по акции. Вот эти хрустящие шестолки. Мои любимые огурчики. Фасоль красная мне нужна. Но моя цена недорого. По-моему, 49 рублей стоит. Мои любимые мюсли запеченные. Любимые стоят. Ну, сколько стоят, я не знаю. Ценника не было. В общем, 15% сметана. Сыр российский. Ну, моя цена. Там красная цена пятерочки. Моя цена в Магните. В общем, я думаю, такой же. Блины с мясом. Вот эти вот. С пылу с жару. Очень вкусные. Девчата, недавно брала. Вкусная начинка. Мясо вкусное. Блинчики нежные. Просто отличные. Так, взяла попробовать. Вот эту еще булочку ванильную. Крем с абрикосом. Ну, и хлеб с отрубями, как обычно. Но это еще не все. Взяла еще арбузик, девочки. Небольшой притащила арбузик. Вот разрезала арбузик. Вкусный, красный. В общем, пока арбузы еще есть у нас, надо их кушать. А то уже лето закончилось. Вот и вечер наступил. Я смотрю, закат. Такой. Через стекло снимаю. Нива красивая. На улице уже 17 градусов. Солнышко садится. Доброе утро, девочки мои. Смотрите, какое ясное небо. Ни одного облачка нет. Сейчас утром. 12 градусов тепла. Днем будет до 20. А вот ночью следующей опустится до плюс 7 у нас. Вот так. Ну, потом уже несколько дней там потепление пока. Оказывает, воскресенье уже 24 градуса будет. В общем, в общем-то у нас вроде бы как, типа, похоже, как на бабье лето, да? Но это еще пока не бабье лето. Ой, классно. Ветра нету. Вообще ни одного листика не шелохнется на дереве. Свежо, хорошо. Люди, я смотрю, в курточках, в пиджачках. Ну, когда ветра нету, тогда хорошо, комфортно. Класс. Ну, что, девочки, решила привести себя в порядок к лицу. Решила сделать пилинг вот этот вот. А, Б, С. А, Б, С. Три шага. В общем, давно что-то я не делала. Я думаю, что пора бы уже. Так. Вот это я наношу кисточкой. Первый шаг. Это его надо держать не больше 10 минут. Вот. Поэтому. Это у меня пилинг. Фаберлик еще. Еще фаберлик остался. Видите, я его делаю. В общем, не так часто. Надо бы почаще. Ну, у меня скрабик есть. У меня есть гель-скатка еще. Тоже хорошо. Он скатывает. Гладенько лицо становится. Но иногда бывает почиститься надо прямо. Вот это вот прям хорошо. Вот этот первый шаг. Он, видимо, просто смягчает, наверное, кожу. И, может быть, поры там раскрывает. Ну, подготавливает лицо к второму шагу. А второй шаг это вот микропилинг такой. Вот миленький, хорошенький, кстати. Вот. Так что вот это сейчас я наношу по-быстрому. Так. Что еще я хотела вам рассказать? А, насчет погоды, девчата. Кто-то написал, у кого-то отопление включили. А что ж вы не пишите, в каком городе. Интересно же мне. И другим тоже интересно узнали. Где-то уже у кого отопление включили. Где-то уже сильно похолодало. Я смотрю разброс температур такой какой-то непонятный, что даже вот вчера я смотрела в новости. На севере такая же температура. Там где-то в Новосибирске или где-то, в общем, или в Хабаровске. Ну, где-то вот в север, сильно севернее нас. Такая же температура, как в Ростове. Но это циклон. Что поделаешь с ним? Он же все равно пройдет. Но я так посмотрела на ближайшие дни. У нас завтра... Завтра еще три дня будет. 22 днем. Воскресенье 24 показывает. Понедельник 25. Вот. Ну, и ночная температура тоже там поднимется. Завтра там до 12, потом до 15. Ну, потеплее. Вот сегодня ночью будет самая холодная ночь. Плюс 7. Ну, я с открытой форточкой пока что сплю. Пока вроде ничего. Хорошо, так свежо в комнате. Так, время, что надо засечь. Не передержать. Больше 10 минут. Написано, не надо держать. Все. Нос. Самое такое место. И здесь тоже. Все, держим. Потом умоюсь. Уже голову пора покрасить. Ну, вот я уже думаю, сегодня, завтра, когда. Уже покрасить голову надо будет. Пока сижу, чуть-чуть поболтаю с вами. Хотя, конечно, не в таком виде, в каком бы хотелось. Ну, ничего. Приведу себе порядок, будет нормальный вид. В комментариях еще кто-то мне написал. Сделайте, типа, хотелось бы увидеть вашу фотосессию в какой-нибудь классической одежде. Девочки. Ну, кто меня смотрел, вы мою одежду практически все уже знаете. Потому что, ну, за последние вот несколько лет, сколько я снимаю видео, я всегда все свои покупки, все свои обновки, всегда все снимала. Поэтому весь мой гардероб, вы знаете, у меня нет классической одежды. Потому что я, во-первых, это не мой стиль. Я люблю удобную одежду. Я покупаю больше где-то, где-то, ну, стиль у меня спортивный больше. Вот. Я хожу в кроссовках. Соответственно, к кроссовкам джинсы, да. Вот. Ну, и потом там уже сверху, там, в зависимости от погоды, там, футболочка, кофточка, светерочек. Костюмы спортивные есть у меня также. Вот. Ну, так как я сейчас редко куда хожу, в общем-то, я одеваю вот то, что мне поудобнее. Вышла, в принципе, куда я в магазин могу выйти или там Настю отвезти. И все это где-то тут рядом, все недалеко. Так что такой удобный стиль одежды, который мне удобен. Вот. Поэтому фотосессию мне даже сделать не с чем. У меня нету даже одежды классической. Я носила классическую одежду еще где-то когда-то, когда еще была по стране, во-первых. Вот. Когда я ходила на работу, там, продавцом, консультантом, носила что-то такое, какие-то, может быть, костюмы, там, брюки, рубашка, что-то такое у меня было. Ну, и, соответственно, вот каблуки я носила, когда я была по стране, да еще и помоложе. Сейчас вообще у меня на каблуках ничего нет. Вот я даже смотрю, у меня босоножки, ну, либо сандалии, вот, шлепанцы, либо у меня босоножки из спортмастера такие, спортивного такие. Опять-таки спортивного стиля. Потом у меня идут кроссовки. Вот сейчас на погоду на такую кроссовки у меня. Даже вот на зиму у меня сапоги тоже. Помните, я покупала, мы с дочкой ходили. Тоже такие вот спортивного стиля. Ну, так что, так что мне не в чем делать фото эту, сессию, фотосессию. Вот, и все. Так что я сейчас вот больше как-то так вот выглядываю, на погоду смотрю, новости смотрю, потому что, ну, такие разворачиваются события вокруг нашей страны, поэтому хочется быть в курсе. Вот, разбавляю все это каким-нибудь сериальчиком. Кстати говоря, недавно посмотрела сериал наш русский, называется «Желтый глаз тигра». Вот, очень понравился, очень мне зашел этот сериал. И даже вот артисты многие играли такие известные, ну, молодые, известные наши артисты, там, прилучный, вот, в главной роли. И вот меня, все время я обращала внимание, что меня удивляет игра актеров. Именно такое перевоплощение у них для меня неожиданное. Прям, я даже так смотрела, как они прям играют натурально, прям верю, знаете, как по Станиславскому верю. В общем-то, и такой захватывающий сериальчик. Ну, там такой вот криминальный, такой детективчик перемежается, время перемежается современное, и там 89-й год. Ну, в общем, там прям про бывших одноклассников, ну, я рекомендую посмотреть. Там сколько, по 4, по 4, 16 серий. Вот, так что с удовольствием я его посмотрела. Ну, иногда бывает, я ищу какие-нибудь сериальчики посмотреть такие, чтобы, знаете, чтобы захватила, и чтобы туда прям вся я ушла и забыла, что вокруг происходит. Вот это я люблю. Пишите вы мне, когда вот я прошу вас, посоветуйте, чтобы вы посмотрели. Но в основном, в основном я читаю те сериалы, которые я уже посмотрела. Поэтому я ищу что-нибудь свеженькое, новенькое, что-нибудь такое. Так, время у меня уже подходит. Скоро надо мне смыть вот этот первый шаг и потом пилинг навести. Вот, вернусь к вам. Так, берем шаг Б. Это уже у нас такой миленький скрабик, такой как прям пилинг. Прям пилинг такой. Наношу, как удобно. Кстати говоря, вот это первое средство, смывать вот руками не очень удобно. Оно прям скользит, как будто плохо смывается. Хорошо, что у меня есть такая варежка махровая. Ей удобно. Тоже брала в фаберлик. Кто-то задавал вопрос, как-то что-то спрашивали, почему вы не показываете, не снимаете распаковочки. Фаберлик там, Василек. Девочки, ну это же понятно, что это реклама. Понятное дело, рекламу вот с началом, как говорится, новых обстоятельств. Наверное, многие рекламодатели перестали, ну сократили, скорее всего, рекламу. Так как у меня канал небольшой, мне рекламу не предлагают. Ну кто-то рекламу показывает, большие каналы, кому-то предлагают. Но я думаю, что ее очень сильно сократили. Возможно, с финансами связано или еще с чем-то. Но я не расстраиваюсь. У меня полный гардероб, Василька. Вы еще спрашивали, куда вы все это будете девать, когда вы будете все это носить. Ну, в основном, во-первых, у меня большинство это домашняя одежда, костюмы, кардиганы. Так что я это ношу. Ну, летом, кстати говоря, как хорошо, за что люблю лето. Летом вот так вот влезешь в сарафан в один. У меня их несколько. Я то один у один, то другой, но все равно вот один и тот же сарафан. Мне в нем очень комфортно. Он такой удобный и легкий. Все дышит. Я его проносила все лето, как вы заметили. Сейчас уже, видите, вот залезла в халатик с рукавом, махровенький. Вот. Ну, днем сейчас потеплеет, и я влезу уже в халатик полегче. Или туничку одену. Тунички у меня есть тоже. Люблю тунички дома ходить. Ну, трикотажная одежда, она приятна к телу. Поэтому приятно дома ходить. Я одна. Мне как бы... Главное, чтобы мне было удобно, приятно, хорошо, комфортно. Так, все. Ну, нанесла. Сейчас чуть-чуть вот это помассирую. И смою. Потом уже бальзамчик нанесу успокаивающий, хорошенький. И все. Так что... Еще на один вопрос вам ответила. Видите, вы мне задавите вопросы. Даже вот сегодня прочитала. А что это у вас за цветок на подоконнике? Девочки, я уже сколько раз говорила. Это гортензия. Она меня, видимо, либо смотрит не всегда. То смотрит, то не смотрит. Поэтому много чего пропускают. Или смотрят не до конца. Один раз как-то не помню, какой вопрос мне задали. Главное, что я в этом же видео ответила на этот вопрос. Как бы так, да? И потом в комментариях мне задают вопрос. Ну, тогда смотрите до конца сначала. Прежде чем задавать вопрос. Если вы собираетесь спросить что-то. Тогда до конца досмотрите. Вот так. Все. Сейчас вот эти вот места. Мне нравится вот этот пилинг. Вообще очень... Это, кстати, не реклама, девочки. Просто мне нравится действительно этот пилинг. А то лицо гладкое-гладкое становится. Заменяет чистку. Ну, конечно, глубокую чистку не заменит. А вот такое вот потом прям вообще... О, понатерла. Все, девочки, пошла смывать. Все, смыла. Ой, личико гладкое такое. Вот теперь бальзамчик теперь беру. Успокаивающий. И все. Нанесу и буду кайфовать. Классный. Если даже я немножко пилингом чуть-чуть поднатерла кожу, то прямо успокаивает. Этот бальзам хорошо очень. Что тут за волосина. Вот. Сейчас пока посмотрю новости. Минут 15 пройдет. И краснота эта вся пройдет. Если даже немножко печет лицо, что ж такое-то, то оно перестанет. Все, девочки мои. Сделала, уходит вместе с вами. Поболтали заодно. Вообще, честно говоря, в последнее время заметила, что я не люблю снимать вот так вот, сидя перед камерой. Либо что-то делать, либо идти там куда-то. Просто вот так вот сидеть, вещать неохота. Сейчас и то я, видите, хоть что-то делаю. Не сижу вот так вот. И не любуюсь на себя. Все, красота, кайфую. Ну, пошла отдыхать чуть-чуть. Вот, девочки, решила я покрасить голову. Но у меня на этот раз другая краска. Я все время десяточкой красила. Сейчас 11.1. Ультра осветляющий блонд пепельный оттенок. Ну, это тоже фаберлик. Дочка мне заказывала. И, в общем-то, я решила все время десятка-десятка. И думаю, попробую 11 покрасить. Может быть, он все-таки, ну, желтизну уберет. Вот, тем более, с пепельным оттенком должен быть совершенно беленьким. Вот. Не говорите, что я вам не показывала, чем я крашусь. А то вот спрашивали в прошлый раз, чем вы красились. Хотя я показала коробочку. Показала, что в коробочке. Ну, вот здесь вот краска. Окислитель. Вот это вот после окрашивания. Защита от вымывания. Бальзамчик после окрашивания. Такой вот. Перчаточки. Инструкция есть. Ну, коробочка здесь. Все описано. Все написано. Все нанесу. Потом посмотрим результат. Все, девочки. Намешала я краску. Кстати, краска не жидкая. И ее так получается немало. Я просто обратила внимание, что здесь... Здесь тюбик 50. 50 миллилитров. А вот флакончик с проявляющим молочком 75. А в некоторых красках этого молочка 60 миллилитров. И получается краски мало. Даже на мои короткие волосы и то так едва хватает. Ну, если на всю голову красить. А здесь смотрю, так нормально немало. Ладно, все, наношу. Нанесла, девочки, я красочку. Я смотрю, прям белый-белый волос становится. Я даже не знаю, что будет в результате. Ну, посмотрим, когда уже смою, высушу, посмотрим. Смотрите, что осталось у меня. Я вообще, когда десяткой красилась, никогда не одевала перчатки. А вот это вот что-то у меня осталось и не смывается. Это что? Я даже не знаю, прям, что это такое. Когда это смоется. Вот это да. Такая ядреная краска, что ли. Ну, вот и все. Я покрасила голову. Видно, да, пепельнее стало. Но светлее волосы стали. И как-то немножко пепельнее. Все прокрашено. Корни прокрашены. Все хорошо. Вот. Ну, в общем, не знаю, я после нескольких смывок останется. Это пепельный отлив или нет. Вот. Ну, в общем-то, ничего. Была я светлая стала, чуть-чуть светлее. И все. Но так-то ничего. Вроде бы нормально. В общем, в следующий раз, я не знаю, можно и 11 брать. А может быть и 10. В общем, посмотрим после нескольких смывок, как будет, что будет. Сзади. Сзади, наверное, оттенок все равно темный остается. Здесь волосы, как мне мастер сказала, всегда плохо прокрашиваются сзади. Это у всех так. Потому что там волос какой-то другой. Вот, девочки. В общем, все я сделала. Какие дела хотела на сегодня сделала. Пока планов никаких нету. Поэтому я это видео хочу закончить пока. Ну, а потом, когда будет что с ним, ну, что-то другое. Пишите комментарии. Задавайте вопросы по покраске или еще по каким делам. Ставьте лайки, не забывайте. Ну, и все. С вами я прощаюсь. Всем пока-пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...